Не наигрался в войну. Чебоксарец устроил в квартире засаду на полицейских и набросился на сотрудника полиции с заточкой. При осмотре дома оперативники обнаружили муляжи пистолета, гранаты, холодное оружие и камуфляж. Детально о происшествии расскажет Ольга Павлова. Дом 6, дробь 1 по улице Дементьева в Чебоксарах. Именно отсюда, под утро 17 октября, в полицию поступило сообщение о скандале между соседями. Предполагаемый виновник укрылся в своей квартире, откуда и напал на вошедших в стражей порядка. Это было очень быстро. Как только дверь открылась, человек сделал движение вперед и произвел удар, а после этого мы его задержали. В пылу борьбы эксперт даже не почувствовал, что ранен. Кровь, проступившую сквозь одежду, заметили коллеги из опергруппы. Несмотря на ранение, до приезда скорой Алексеев сделал то, для чего и приехал – осмотр места происшествия. 15-сантиметровый острый гвоздь с загнутым, как у ручки, концом, которым его ударил злоумышленник, эксперт фотографировал сам. На полицейском был бронежилет, но удар пришелся в незащищенное металлом место. Осмотрев рану, медики сказали, что пострадавшему повезло. Заточка попала в ребро и только поэтому не вошла глубоко в грудную клетку. При этом задержанный уверяет, что напал на сотрудника спонтанно. Случайным образом, у меня инерционным образом удар заточкой. Поджидая опергруппу, хозяин квартиры выключил свет и взял в руки первое, что попалось под руки. Но под руки в его жилище мог попасть, к примеру, вот такой нож или другие предметы, представляющие оперативный интерес. При обыске в квартире уроженца Маргаушского района были изъяты муляжи гранаты и пистолета. Последний явно подвергался переделке. Насколько далеко в своих изысканиях продвинулся оружейник-самоучка, покажет экспертиза. Сам он называет это чем-то вроде хобби. Банатизм. Военной тематикой получается. Истоки такого глубокого интереса к оружию и спецтехнике сейчас выясняют правоохранители. Возможно, чебоксарец вовремя попал под наблюдение. До этого происшествия он ни разу не оказывался в поле зрения полиции. Следственным отделом по Ленинскому району города Чебоксара в отношении 22-летнего жителя города Чебоксара возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 Уголовного кодекса. То есть по факту применения им насилия опасного для жизни и здоровья в отношении сотрудника полиции. В настоящее время подозреваемый задержан. Судом в отношении него избраны меры пресечения в виде заключения под сражу. Грозит задержанному и другая статья Уголовного кодекса. Угроза убийством. До столкновения с полицией молодой человек не просто подрался с соседом, но и демонстрировал ему пистолет. Идет следствие.